Первый день всероссийского туристического форума «Открой, Дальний Восток» прошел насыщенно. Сотни туроператоров, маркетологов, тревел-блогеров из многих городов России съехались на него в Хабаровск. Мариана Гейт успела пообщаться с некоторыми из них. Попушите стереотипы. Люди с Запада или даже иностранцы, которые хоть когда-либо слышали про Дальний Восток, они говорят, это то место, где гуляют тигры, но, конечно же, нет, здесь еще гуляют кабаны, а также иногда медведи. Сейчас самое время рассказать о том, что такое Дальний Восток. Качаем регион. Туристический форум «Открытый Дальний Восток» рассчитан на три дня. Зарегистрировано более 600 участников. Сегодня выступили десятки специалистов, связанных с туристическим пиаром и турагентов, людей, которые много где были и много что видели. У нас есть и Курильское озеро, и Ночикинское озеро, и есть Халатарский пляж, где у нас открылась первая в России школа по серфингу. Это вулканический песок, черный, очень большие, хорошие волны. И если ты падаешь, ударяешься, то ты не ударяешься головой, а камнем. Ассоциации с Камчаткой – вулканы, лососи, гейзеры. Но очевидно, что добраться до этой красоты можно только на вертолете, соответственно, и бюджет весомый. Подобные впечатления, но дешевле, утверждают эксперты, можно получить на Сахалине. Главный редактор «Раша Бьем» телеканала «Раша Тудэй» Всеволод Пуля бывал в силу специфики профессии практически везде. На Сахалине его поразил горнолыжный комплекс прямо в черте города. Кто катался в европейской части, в Сибири, России, будет необычно. Хорошая трасса, хорошая инфраструктура. Глинтвейн наливают в такие коробочки от Биг Ланча. То есть вы можете огромную такую тазик глинтвейна выпить там на горе. Директор музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева в Владивостоке Виктор Шалай влюблен в Хабаровск и в Улан-Удэ. Бурятам он советует посмотреть наш город, а нам… Проехать через фантастические, абсолютно марсианские пейзажи до Кяхты. Это город на границе с Монголией, бывшая чайная столица. И потрясающие храмы, которые когда-то были построены в 19 веке богатейшими купцами. И один из самых богатых музеев в стране, Кяхтинский музей, который задарен учеными и купцами в 19 веке, когда Кяхта расцветала. А Якутия ассоциируется у многих с морозами. Но каждый якут скажет, что минус 40 в республике Саха намного приятнее, чем минус 10 в Санкт-Петербурге. Еще гастрономический туризм в Якутии отличается от остального. Где еще найдешь блюда, приготовленные под воздействием отрицательных температур? Ленские столбы. Национальный природный парк. Входит в список шедевров всемирного наследия ЮНЕСКО. Прекрасные виды. Но, возможно, ассоциация, помните, Игру престолов, Стена есть. Это и есть как раз и Ленские столбы. Он также выглядит величественно и таинственно. Организаторы туристического форума «Открытый Дальний Восток» напоминают, что развлекательная программа и концерт группы «Бандерас» отменяются. Деловая часть продлится еще два дня. На сайте форума ведется видеотрансляция всех выступлений и сессий. Мариана Гейт, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.